Мы осуждаем задержание Алексея Навального российскими властями. Права господина Навального должны соблюдаться полностью и безоговорочно. Мы призываем Россию немедленно освободить его и обеспечить его безопасность. Мы ожидаем, что Россия в срочном порядке проведет независимое и прозрачное расследование покушения, а также будет в полной мере сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия, чтобы обеспечить беспристрастное международное расследование. Это слова Шарля Мишеля вчера. А сегодня он сообщил в Твиттере, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путином и передал ему требование освободить Алексея Навального. Накануне, в четверг, Европарламент резко осудил арест оппозиционера и призвал освободить его немедленно и безо всяких дополнительных условий. Об этом говорится в резолюции, посвященной задержанию и аресту российского политика. Документ приняли подавляющим большинством голосов. Задержание Навального и его сторонников в Европарламенте назвали политически мотивированными репрессиями, совершаемыми властями Российской Федерации, в частности, с использованием судебной системы. Благодаря своим расследованиям коррупции и политической деятельности Навальный стал одним из крупнейших соперников властей России и президента Владимира Путина, считают в Европарламенте. В резолюции подчеркивается, что российские власти несут полную ответственность за состояние Навального, как физическое, так и психическое. Арест господина Навального и процесс над ним откровенно противоречат международному праву и Конституции России. Это попытка российских властей заставить замолчать оппозицию. Мы должны делать всё возможное, чтобы поддержать гражданское общество в России, отстаивать их права. Думаю, это самое важное, что мы можем сейчас сделать. В резолюции Европарламент призывает Совет ЕС занять активную позицию во время следующих заседаний и существенно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России. На принятие санкций в Евросоюзе уходит обычно достаточно много времени. Вопрос в том, как сделать это быстро и эффективно, а не медленно, как это было сделано несколько месяцев назад. Поэтому мне кажется, что санкции это не самое важное. Самое важное это то, чтобы мы решили всё-таки стратегически, что это значит для наших отношений с данным режимом, с данным правительством в Российской Федерации. Я думаю, что здесь сейчас будут разговоры и об экономической составляющей, в частности, опять же, всё тот же Северный поток-2 несчастный, который постоянно всплывает, а потом опять уходит из поля зрения. В принятой резолюции евродепутаты в довольно чёткой и жёсткой форме призывают остановить строительство Северного потока-2. Что это означает для дальнейшей судьбы проекта? По мнению эксперта из Австрии Герхарда Мангота, скорее всего, давление на сторонников энергетического проекта действительно возрастёт. Но до отказа от трубопровода дело не дойдёт. Это давняя спорная тема внутри ЕС. Это тема постоянных споров Германии и некоторых других стран с Балтийскими странами – Польшей, Великобританией, Францией. Но думаю, что настойчивость федерального правительства Германии и его решимость в этом вопросе и на этот раз отстоят проект. В резолюции Европарламента содержится также призыв к Совету ЕС ввести санкции в отношении лиц, ответственных за атаки на Навального, а также, цитата, российских олигархов, связанных с режимом и членов близкого окружения президента Путина, а также медиапропагандистов. Конец цитаты. По мнению евродепутатов, запрет на въезд и замораживание активов должны распространяться и на членов их семей. Нужно сказать, что меня очень удивило бы, если за арест Навального Евросоюз ввёл бы более жёсткие санкции, чем за его отравление. А тогда, стоит отметить, реакция ЕС была очень и очень скромной. Чего я ожидаю, так это то, что будут предприняты меры в отношении отдельных лиц. Те, кто попадёт в так называемый «чёрный список», например, не смогут въезжать в ЕС, а на их состояние в Европе будет наложен арест. Как в Германии, так и в Европе персональные санкции считают действенным инструментом, который не направлен против России как государства. Я думаю, что жители России понимают достаточно точно, как и в Европе, что, например, если против кого-то в Кремлёвской администрации или, к примеру, шефа ЧВК Вагнера вводятся штрафные меры, то это не санкции, которые направлены против населения России. Я бы посоветовал европейцам постоянно прибегать именно к таким адресным мерам. А России и россиянам предлагать экономическое сотрудничество. Как именно отреагирует ЕС на арест Навального и репрессии в отношении его сторонников, пока не ясно. В предстоящий понедельник должно состояться заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Многое будет зависеть от того, что произойдёт на этих выходных в России. Продолжение следует...